Если человек может прийти к Богу только по его зову, виноваты ли те, кто к Богу не приходит? Вопрос этот возникает, естественно, после прочтения Священного Писания. Во многих местах Священного Писания мы встречаем, что вера – это дар Божий. И, скорее всего, этот вопрос возник после прочтения Евангелия от Матфея, 11 главы, 27 стиха. «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет – открыть». То есть здесь Господь говорит о том, что действительно вера – это дар Божий. Пытаясь ответить на этот вопрос, я хотел бы начать с другого вопроса. С вопроса, может ли Господь создать камень, который не может поднять? И, естественно, ну, наверное, многие уже ответили на этот вопрос для себя, но я хочу просто повториться. Нет, не может Господь создать такой камень по одной простой причине – Бог не делает глупых поступков. Бог не делает того, что, в общем-то, в нашем с вами понимании является шоу. Да, он не развлекается в этом мире, он этот мир создал для сорадования. А радость, как мы с вами прекрасно понимаем, ну, естественно, настоящая радость, не веселость, а именно радость, это всегда результат очень большого труда, это результат очень больших каких-то поступков. И когда мы говорим, что тот или иной дар от Бога, Господь всегда дар дает именно тому, кто может его воспринять. Если человек ищет Бога, если человек идет по Божьему дороге, которую Господь ему указал, начертил в Евангелии, он начинает трудиться, занимается аскетикой и так далее и тому подобное, и Господь видит, что этот человек, допустим, может воспользоваться даром прозорливости, то Господь этот крест вешает на этого человека. Я специально говорю, что это крест, и специально говорю, что только тот, который может понести, несет тот или иной дар от Бога. Вера – это тоже дар от Бога. Что это за дар? Дар – это не те подачки, как мы уже с вами говорили, или те подарки, которые человек привык делать в день рождения своего близкого. Или какой-либо подарок. Посмотрел, что у него лежит на полочке. О, вот это подарю. Мне не нужно, а ему, может быть, пригодится. Дар и вера, в том числе, от Бога – это большой-большой труд для другого человека. Почему мы с вами верующие люди? Ну, естественно, я обращаюсь к тем, кто верует во Христа, кто пытается довериться Христу. Не потому, что вы хорошие, и не потому, что я хороший, мне Господь даровал этот дар веры, а только потому, чтобы мы шли и проповедовали Христа. Только потому, что этот дар – это миссионерский дар. Невозможно верить во Христа и прятаться где-то, быть настолько, в общем-то, закованным в свои какие-то, в общем-то, жизненные обстоятельства, чтобы не говорить о Христе. Невозможно скрывать, что ты христианин. Зажегший свечу, говорит Господь, не ставит ее под спудом, но ставит ее, естественно, высоко на свечнице. Все те, кому Господь в сердце даровал дар веры, обязаны и должны проповедовать Христа. Этот дар именно от Христа. Но вопрос заключается, наверное, в другом. Вопрос заключается в том, это мы сейчас с вами поговорили о просто даре, тот, который от Бога, дар веры. А вопрос заключается в другом. Виноваты ли те, кто к Богу не приходит? К сожалению, да. К сожалению, виноваты. Даже если вы родились в племени Тумба-Юмба, и о Христе, в общем-то, вы никогда не слышали, то и в данном случае, конечно, вы виноваты, если не живете по законам своей совести. Об этом напрямую говорит апостол Павел в своем послании, когда говорит, что те, кто не знали истинного Бога, будут судимы по законам своей совести. То есть это тот инструмент, которым наделен человек, инструмент от Бога, совесть, через которую Господь будет призывать каждого человека, абсолютно каждого человека, от момента создания мира до последнего мгновения существования этого временного земного мира, будет призывать человека к себе для того, чтобы человек жил по законам своей совести. Один из христианских философов, Тертулиан, говорит следующее, что каждая душа христианка, так как она вышла от Бога. Здесь мы абсолютно с вами должны с этим согласиться, так как душа человеческая дарована каждому человеку, абсолютно каждому человеку на протяжении всей истории человечества. В момент его рождения, в момент его зачатия, Господь рождает душу для этого человека. Только Господь может ее родить, и каждая душа, она христианка. Значит, в каждом заложено то понимание, ну, назовем это так, добра и зла, то понимание ощущения богоподобия, через которое человек и может войти в богообщение. Если человек не ищет этого богообщения, он начинает немножечко деградировать. Мы с вами прекрасно понимаем, что человек трех составен, дух, душа и тело. Естественно, тело должно стремиться к душе, душа должна стремиться к духу, дух должен, человек, стремиться к Богу. Если перевернуто именно вот это стремление, если дух человека ищет душевного, если душевное ищет телесного, то тогда и иерархия нарушается. Тогда именно тело начинает нашим эмоциям говорить, какие они должны быть. Здесь сразу рождаются греховные эмоции, грех, гнев, раздражение и так далее. Тогда сразу человек, можно так сказать, заболевает, потому что именно тело начинает, желудок стучать в разум человека и говорить к холодильнику вперед. И простудные заболевания около холодильника всякие начинают возникать от чистоты открывания дверцы холодильника. Все это нарушение нашего соподчинения друг к другу. И каждый человек, каждый абсолютный человек является христианином. Он об этом, кстати, даже может и не подозревать. Но в нем заложено это стремление к Богу. И если в нем это стремление к Богу неправильное, то есть он сам себя изменил, изуродовал, то, конечно, он в этом будет виноват. Но Господь целует, как говорит Иоанн Златоуст, и намерение, помышление наше с вами. Поэтому слава Богу, что на страшном суде судить себя, других людей будем не мы, а будет судить сердцеведец Господь. Именно он будет судить и смотреть, кто войдет в Царствие Небесное, а кто не войдет в него. Поэтому, когда мы с вами придем в Царствие Небесное, мы удивимся трем вещам. Первое. Мы там не увидим тех, кто там должен был быть, по нашему с вами пониманию, потому что понимание добра у нас тоже немножечко искажено. Мы увидим там тех и удивимся этому, кто там не должен был быть. Ну и дай Бог, чтобы третьему мы удивились, что мы там с вами оказались. На протяжении многих лет вы читаете Священное Писание. Вы его хорошо знаете. Может быть, вы только один раз прочитали Священное Писание и уже считаете, что вы его хорошо знаете. Портал Икзегет приглашает вас проверить эти знания в своей викторине по Новому Завету, которая подготовила именно для вас вопросы, чтобы вы оценили свое знание Священного Писания. Две с половиной тысячи вопросов по Новому Завету. Те вопросы, которые построены именно на текстах Нового Завета, которые откроют вам глубину Нового Завета и глубину ваших знаний. Заходите, спрашивайте себя, отвечайте, получайте результат, и вы увидите, что вы хорошо знаете Новый Завет. А после прохождения викторины еще лучше будете в нем ориентироваться, разбираться и познавать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok